Персик цветет. Хотел я съездить к фермерше, у которой 6 гектаров персиков. Но из-за карантина этот проект придется отложить на следующий год. Я пошел в магазин. А что, у вас тоже в магазин ходит тот, которого меньше всех жалко? Режим карантина лишний раз подчеркивает преимущества между жизнью в собственном доме с приусадебным участком и жизнью в квартире. Конечно, люди сейчас ограничены в этих многоэтажных домах. Дочка у меня учится в консерватории в Казани. Никаких занятий у них нет, конечно, уже дистанционно. Но более того, приняли систему такую, что выходить из дома, нужно получить разрешение, отправляешь смс на какой-то номер, значит, вот тебе присылают такую штуку сообщений, и ты идешь, и в случае, если патруль встречает, значит, то показываешь, и ты оправдан, не оштрафован. Конечно, встает вопрос огромной, значит, самодисциплины. Что-то два дня подряд я высыпался до упора, и можно сказать, что переспал, и не перечувствую себя не очень. Нужно все-таки вставать пораньше. Нужно вставать пораньше. Может быть, не с восходным солнцем, но часов 7, чтобы было нормально. Настроение, конечно, по предстоящему периоду жизни не очень. Вот эти каникулы, что товарищ Путин объявил, значит, до конца апреля, это очень тревожит, конечно, очень тревожит. Более всего меня тревожит в этой ситуации, что табачные фабрики приостановили работу на неделю. На неделю вот этих каникул, которые еще продолжаются. Мне кажется, что возможный дефицит, возможный дефицит сигарет может плохо сказаться. Вот в советское время был 1980 год, и тогда многие и продовольствие, и сигареты, и вино, водку все свозили в Москву и в округу, чтобы во время Олимпиады не было никаких проблем, значит. А в итоге мы в Сибири испытывали страшные проблемы с сигаретами. Правда, я работал в стройотряде летом, и приезжал в Кемера, то я, кто-нибудь другой, и рыскали по городу, значит, в ожидании, что где-то в магазине выкинуть сигареты. Очереди выстраивались, ну, метров на пятьсот, наверное, метров на пятьсот. Тогда появились у нас впервые какие-то югославские сигареты, что-то, значит, что-то еще. Но это в городе вот так вот решалась проблема, что выбрасывали. И тогда было свободное передвижение. Сегодня-то мы не можем толком уйти никуда в поисках. И вот в связи с нехваткой сигарет были проблемы такие напряженные на производстве, вплоть до того, что шахтеры говорили, что мы не пойдем за бой, механизаторы говорили, что мы не пойдем убирать урожай, косить сено там, молотить пшеницу, потому что нет сигарет. И секретарь райкомов, председатели колхозов, директора совхозов просто на совещаниях обсуждали этот вопрос. Ехали на табачные фабрики, забирали всякий разный брак, привозили в деревню там мешками, ящиками. Там сигареты были бракованы, там, типа сантиметров по сорок, например. Хоп, только их резали, резали, значит, и нормально. На улице тепло, уже 18 градусов, и радует меня черешня, и пчелы летают, смотри. Здорово. В общем-то, да много пчел. В общем-то, есть надежда, что будет урожай, но не факт, не факт. Неизвестно, как она цветет. В прошлом году тоже черешня обильно цвела, но в итоге 6 ягодок всего было. Ну, дай бог, чтобы не было холодных ветров, которые уничтожают нам цвет. В прошлом году уничтожало по станице черешню и вишню. Надеюсь, что на этот раз будет получше результат. Оптимизм наших властей меня умиляет. Месяц назад они говорили, что денег у нас дофига, мы можем жить при этой цене нефти, там, еще 5-6 лет. Саудовская Аравия в ответ сказала, что они могут жить там лет 10-12, и плевать им на цену нефти. Но я думаю, что жизнь, она всегда более жестокая, чем планы какие-то. Вот в связи с этим могу вспомнить историю, когда Михаил Сергеевич Горбачев в 85-м году или 86-м году начал решительную борьбу с пьянством, да, и резко сократили вот эти вот поставки в торговую сеть, значит, в регионы, вина, водки, производство, выпуск. Я помню, я же работал в газете, и к нам, к журналистам всех газет, которые тогда были, а было их немного, у нас были областные газеты и районная газета в нашем здании, в Кемерово. Вот приезжал к нам начальник областного управления торговли, начальник областной потребкооперации, которые поставляли, значит, все во все магазины, в кооперативные магазины, ну, на селе, имею в виду. Вот. И начальник областного управления торговли, по-моему, Алексеев, его была фамилия, рассказывал, как у нас хорошо с запасами спиртного. Ой, говорит, ну, у нас, ну, конечно, может быть, быстро разбирается вино белое, потому что мы в Сибири любим пить белое вино, а вот красного вина у нас запасы, у нас их на год, на год у нас красного вина, коньяка у нас, коньяка у нас завались. Вот. Прошло месяц или полтора, в магазинах напрочь, напрочь просто исчезло спиртное, стали выстраиваться очереди, ну, опять же, человек по 500, значит, давка страшная, в тех магазинах, куда вдруг завозили вино или водку. Все. Так что вот эти вот рассуждения наших властей, которые страшно далеки от народа, страшно далеки от реальной жизни, они мало чего стоят. Мало чего стоят. И я хотел бы, конечно, чтобы Путин и всякие разные губернаторы тоже приняли решение, чтобы табачные фабрики работали и поставляли. Вы просто не знаете, что это такое, когда миллионы мужиков, значит, без курева. Ну, плевать им, когда доллар падает, там, нефть дешевеет. Слушай, ну, если нет в кармане пачки сигарет, вы что хотите, получить озлобленную толпу, что ли? Давайте соображать. Ну, я думаю, что Владимир Владимирович Путин, сейчас находясь под благоприятным воздействием какого-то солнца, а вчера он выступал, обращался к народу с объявлением о продлении каникул, при этом не пообещав никаких денег народу, вот. У него на лице явственно был загар, загар такой, причем загар вот такой, то есть он в шапке ходил на улице. Не знаю, где он сейчас находится, может быть, где-то в Подмосковье хорошо солнце светит, может быть, в Сочи, может быть, на Алтае. Ну, я думаю, что в этой благоприятной обстановке, и когда его защищают от всевозможных вирусов, он, наверное, примет правильное решение, даст распоряжение министрам, чтобы по табаку все было нормально. Все мои заявления не являются рекламой табака. Помните, что курение очень вредит вашему здоровью. Клубника. Клубнику мы укрываем укрыванным этим агроспаном, полотном. И вот она уже зацвела. Зацвела сегодня у нас 3 апреля. Ну, вполне возможно, что на майские праздники будем пробовать клубничку. О каких-то событиях в станице я вам даже не могу рассказать, потому что нифига не передвигаюсь, соблюдая режим самоизоляции. С самоизоляцией я работаю, значит, с компьютером, пытаюсь его очистить, чтобы более эффективно он работал, поскольку перегружен всякими разными роликами, которые у меня записаны, подчищаю архивы. Ну, таскаю рассаду туда-сюда, туда-сюда. Утром выношу, вечером заношу. Что-то еще, значит, делаю. Ну и что? Ну и желаю всем здоровья, берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok